Психовизиология 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 Рубинштейна Рубинштейна. Одна академическая, другая экспериментальная. Это, конечно, условная классификация, но она как-то стягивает все исследования и позволяет отнести автора того или иного исследования к тому направлению, понять, что он хочет сказать. Ну, ситуация аналогична тому, что есть физиология в отечественной. Там есть две школы. Тоже условно академическая школа, школа Павлова и университетская школа, школа Ухтомского. Но если говорить о сочетаниях, то Санкт-Петербургская психофизиологическая школа, с одной стороны, в психологическом плане это Бехтеревская линия, а в психологическом это все-таки школа Ухтомского. И представления Ухтомского, они очень хорошо ложатся, кладутся на психологическую почву и хорошо стыкуются с ними. Но здесь мы возьмем основные признаки, поскольку основной доклад такой, основные признаки. Ну вот, коротко снизу представлены, что это такое эволюционизм, психологизм, методологическая загруженность и комплексность. То есть, вот эти основные такие позиции, которые придерживаются, часто сами с того не сознаем, не отдавая себе в этом отчет, но с ленинградские и санкт-петербургские психологи. Ну вот, первая позиция, первый пункт эволюционизма. Вот тут интересные обстоятельства. Ситуация, которая сложилась в физике, в точных естественных науках, она очень выгодна для психологии. Ведь нам надо выяснить роль психологии, ее место среди естественных наук, в первую очередь. А получается, что вот концепция расширяющейся вселенной, концепция соотношения неопределенности и неравновесности, которые развивают физики, ну и философы в частности тоже, конечно. Вот, она очень выгодна для психологии. Тогда понятно назначение психики в этом ряду. Психика — это инструмент интеграции. Ну, в первую очередь, это адаптация к среде, а во вторую очередь, это инструмент интеграции. Вот современная концепция модульной организации нервной системы, которая появилась примерно в 80-х годах, она очень выгодна. Она как раз иллюстрирует вот эту мысль о том, что психика — это инструмент интеграции. Получается, что среда отличается высокой неопределенностью, а чтобы ее снять, существует природа, создавая психику. Психика, ну, через нервную систему, психика — это инструмент интеграции. Вот основная мысль вот этой вот схемы. Ну, получается, что психика, адаптация, инструмент адаптации, нужно отразить окружающую среду, составить ее адекватное представление и совершить поступок. Это регуляция. Вот эта схема, она как бы в сжатом виде всю концепцию санкт-петербургских психофизиологов подтверждает. Вот, ну, я только что вот это сказал. Значит, в природе как бы идет взаимодействие, борьба двух начал — нервонавесность, неопределенность. На биологическом уровне им соответствуют два механизма. Это интеграция, дифференциация. Вот, ну, эти два начала, в общем-то, в эволюции постоянно борются. И наша психика идет, развивается в свете вот этих вот представлений, борьбы двух этих начал. Вот, ну, вот это я повторяю, свойства среды, а инструменты, вот это то, что я повторяю, повторяю то, что только что я сказал. А психогенез — это процесс организации психического и подчиняется законам статики и динамики. Есть законы, процесс становления психики подчиняется некоторым законам. Ну, вот эти два, две группы законов здесь очень коротко упомянуты. То есть становление психического происходит закономерно, подчиняется законам, которые, в общем-то, присутствуют и в других. В областях знаний, в других науках. Вот, ну, тут, как, кстати, неявным предполагается, что психическое подчиняется тем же самым законам, что присутствует и в природе, в естественных науках. А вот в связи с этим можно вспомнить знаменитые 23 закона Бехтелева, да? Он как раз там, эта мысль, в него и проходит. То есть фактически мы сами того не осознавая, как бы вот развиваем представление Бехтелева о становлении психического. Вот, это первое такое направление. Я не могу много говорить, хотя каждый из этих пунктов стоит отдельного семена. Вот, ну, поскольку мы все-таки не физиологи, а психологи, и нам постоянно приходится подчеркивать свою психологическую направленность, то нам надо и как-то на организационном уровне эту проблему решать. Вот мы, у нас есть несколько схем, которые позволяют видеть за физиологическим сочетанием каких-то физиологических параметров психологическую сущность. То есть мы как бы наоборот смотрим не со стороны физиологии на взаимоотношения между психическим и физиологическим, а со стороны психологии. Вот, вот поиск физиологических механизмов. То есть вот в нашей психофизиологии, ну, основные понятия, я сначала напомню, что здесь вот речь идет о взаимоотношении физиологического и психологического. Тут надо учитывать, во-первых, две тенденции локализационисты и структуралисты. Ну, вот они тут представлены очень коротко. Во-вторых, говоря о психогенезе происхождения психики, надо учитывать два тоже аспекта – логические аспекты, исторические или эволюционные. К сожалению, в учебниках, ну, в первую очередь по общей психологии, да, где затрагиваются вопросы происхождения психики, ничего не говорится, как правило, о логическом аспекте. То есть о природных законах, которые лежат в основе становления психики. А начиная сразу вести разговор об эволюции, что там эволюция будет, раздражимость, чувствительность, ощущение, расстроение и так далее. А какие законы за этим стоят – нет. Об этом не говорят. Хотя это делать нельзя. Хотя бы потому, что есть техника, где есть роботы, где есть программы, которые повторяют и моделируют те или иные психические явления. А психологи этого как бы не замечают. То есть это происходит мимо психологов. Вот то, что создают переводчики, да, роботы, теперь это и в армию как бы перетекло, да, это проходит без психологов. И по законам техники. Не случайно Стив Хокин, да, недавно сказал, что есть опасность, в очередной раз напугал человечество, что есть опасность вытеснения человека машинами, роботами, потому что роботы развиваются быстрее, да, чем идет эволюция человека. То рано или поздно вот они вытеснят робота и человека. Ну, очередная астрошага, он там не все учитывает, конечно. Но само по себе это высказывание должно настораживать психологов как-то простимулировать, надо бы моделированием как-то заниматься. Учитывая, а для того, чтобы моделированием заниматься, необходимо собрать все экспериментальные данные, которые психологи накопили, а их очень много, что с ними делать, как бы и даже и не знают. Так, два вот аспекта психогенеза. Ну и два метода решения этой проблемы, которые видятся на сегодня. Ну, первое, мы все знаем, это вот системный подход. Мы рассматриваем любое психическое явление как систему, да. Ну и синергетика. Ну, грубо говоря, это тоже продолжение системного подхода, но мы рассматриваем систему в динамике, да. Ну вот, как бы, перепел, да, того, что сказал Илья Романович Пригужин, да. Сегодня о нем уже говорили. Ну, вот и у нас есть определенные алгоритмы перехода от круга, ну, от физиологических данных к психологическим. Вот. Один из методов основан на определении психофизиологического типа индивиду путем совмещения уровня активации трех отделов нервной системы. То есть мы выделяем вегетативный мозг, двигательный мозг и так называемый психический мозг, конвекситальный отдел и кальпулы. Вот три у нас блока. Ну и все методики у нас группируются в эти три блока. Ну вот энцефалограмма, например, или вызванные потенциалы, это корковая активация, пульс давления дыхания, все такое, КГР, это вегетативная активация, тремор, миограмма, это все двигательная активация. Вот эти три блока у нас как бы измеряются. И получается, что каждый человек имеет свое сочетание этих уровней активации. Ну у нас применяются шкальные оценки для измерения перевода, потому что все показатели, это эмпирические, они же разнохарактерные. Где герцы, где микровольты, а где килограммы, поэтому их надо привести к одному знаменателю. Ну вот один используется, один из подходов, это вот шкальные оценки. Вот 20-ти бальная шкала, вот, и получается 8 сочетаний, потому что в трехмерном пространстве три координаты. И вот у нас получается 8 типов активации. Значит, мы измеряем как бы физиологические параметры, набор, там их много, преобразуем шкальные оценки, и потом переходим. Получается три числа, и вот сочетание трех типов активации дает нам свой тип. Вот это один из примеров, как можно перейти от физиологических данных до психологических. Другой пример, вот тоже мы так называем, это реверсивные шкалы. То есть там такая стантистика. Мы берем шкальные оценки и просматриваем, программка есть такая, просматриваем. Вот шкальная оценка, например, пульса, да, 20 баллов. Смотрим, составляем таблицы. Ну и компьютер просчитывает все сочетания. С какой вероятностью пульсу в один балл соответствует экстраверсия, нейротизм и так далее. Тоже в один балл. С какой вероятностью в два балла пульсу соответствуют другие параметры. Ну и так далее. И в результате мы имеем, так мы их назвали, реверсивные шкалы, каждому баллу соответствует свой набор психологических параметров. Это голая статистика. Тут потом уже надо решать вопрос, каков механизм. Ну, видимо, мы исходим из того, что за каждым психическим явлением стоит своя функциональная система, которая управляет этим явлением. Вот это такой второй подход. Ну и еще один из возможных, это уже более известный, это уравнение регрессии. Ну вот, например, успешность по психологической дисциплине, организация психологической службы. Ну, физиология связана таким образом. Ну, коэффициент 3,42, да, минус дисперсию О1. Это дисперсия с коэффициентом 0,168. Это дисперсия в левом затылке вызванного потенциала, амплитуд вызванного потенциала в период от 0 до 250 миллисекунд. Ну, следующий показатель альфа-индекс. Ну и там дисперсия 0,105, F2. Это правый лоб, средний, да, это вызванный потенциал. Вот если сложить эти параметры, то можно получить, предсказать успешность какого-нибудь курсанта или студента по вот этой дисциплине. Ну, у нас такие все психологические параметры, то есть дисциплины, в общем-то, переведены. Ну, вот тут можно спорить, но вот это так, можно делать. Методологическая загруженность. То есть то, что мы делаем, мы отдаем себе очок, что происходит и что, зачем стоит. Поэтому нам нужны теоретические. Вообще, по большому счету, я вот согласен, Наталья Анатольевна сказала, что психологическая линия бехтеревских представлений плохо развита. Несмотря на то, что в том же самом Петербурге, ну, как минимум два института, связанные с Бехтерием, но, тем не менее, как-то постоянно психологов сбивает на медицинские проблемы. А вот общепсихологические проблемы как-то и не просчитаны. Ну, а это, наверное, дело Казамского университета, может быть. Ну, вот выделяется здесь методологические принципы, мы выделяем четыре уровня, но это обычно традиционные. Различаем всем этапом экспериментального исследования и считаем, что есть законы, в психологии есть законы. Ну, вот тут законы, как минимум, можно, я когда-то задался этим вопросом, собирал эти законы, ну, как минимум, 200 законов психологии я насобирал в тетрадку свою. Ну, потом их можно укрупнять. Многие законы, которые там вербально выражены, на самом деле, половина или четверть более общего закона. Ну, с этим надо поработать. Ну, по крайней мере, законы есть в психологии. Вот, ну, мы выделяем такие атрибуты науки, как категории. Шесть уровней категории выделяются. Общенаучные, протопсихологические, это вот термия Петровско-Ярожевского, да? Метопсихологические, макропсихологические, вот эти вот шесть уровней. Вот, категории, они как бы представляют всю, всю область психологии. И поэтому категории, ну, их, допустим, 25 или 30, вот, они представляют всю область психологии. Соотношение между категориями – это законы. А взгляд на эти законы и категории, на эти соотношения – это принципы методологические. Ну, соотношение законов и категорий можно рассмотреть с точки зрения принципа неопределенности, с точки зрения принципа инвариантности, принципа дополнительности и так далее. Вот те законы, которые выдерживают этот взгляд, да, такой подход, критерии, их можно включать в арсенал психологии. Ну, и, наконец, комплексность. Еще одно свойство психофизиологических исследований. Ну, это даже следует из той схемы, которую я бегло нарисовал. Ну, здесь вот все написано. Но я хотел бы сказать, выразить скромольную мысль, что, пожалуй, вот идея системного исследования, которая, ну, с 60-х годов, ну, до 2000-х годов развивалась, она, по-моему, выработала свой моторесурс. Надо переходить на другой уровень. Другой уровень я условно назову уровнем моделирования. Надо моделировать психологические явления. Это поможет нам и разобраться и с категориями, и с законами. Вот, тем более, что в технике происходит уже и без нас это явление, да. Эти роботы, эти летающие, там, беспилотники и так далее, переводчики электронные. Все это проходит, к сожалению, без психологов, хотя термин они используют психологический. Но тема моего выступления касалась Ленинградской психофизиологической школы. Вот четыре основных принципа или пункта я назвал. Спасибо. Аплодисменты.